МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой необычный сегодня выпуск, вот сижу, ем язовику, ужасно вкусное. Крупная, вот у меня она за спиной, сейчас показываю вам, шикарная ежевика. Ну, в общем, как вы уже догадались, я в отпуске, ближайшие полтора месяца буду отдыхать, ну, как бы отдыхая, работать, скажем так, не столько отдыхать, сколько и работать одновременно, и буду выходить в ближайшие эти полтора месяца в эфир с тех мест, где я буду находиться. Сейчас я в данный момент в Соединенных Штатах Америки, здесь еще буду какое-то время, затем я проедусь по странам Центральной Америки, буду снимать, значит, репортажи из тех стран Центральной Америки, где есть города Армения. Это Белис, это Сальвадор, это Гватемала, Гондурас. В Гондурасе аж четыре города Армении, одна из них вообще живописная Армения, называется Армения Нуэба, это на берегу Карибского моря. Ну, и закончится Панама там будет, ну, и закончится мой трип в Венесуэле, оттуда снова возвращаюсь в Соединенные Штаты, ну, и так далее. Так что вот пока отдыхаю, работая, и буду выходить в эфир, как у меня будет только возможность. Поэтому не буду надолго прощаться, на полтора месяца, я думаю, это было бы нецелесообразно. Вот, тут я, кстати говоря, недавно получил интересный такой донейшн в один рубль от некоего Аскера Мамедова, что ли, что-то такое было. Вот, был там написан один рубль, и перевод на один рубль, и подпись подвис. Ну, я думал, наверное, может быть, перевод подвис, мало ли, остальные нули вот-вот придут. Вот, где-то через 30 минут только до меня дошло, что этот Аскер Мамедов выслал мне рубль и написал «Подавись». В смысле, так что в любом случае спасибо Аскеру Мамедову. Вот, значит, что я хотел сказать. Ребята, будем на связи. И давайте сделаем так. Чтобы я помимо того, что я буду вам показывать и рассказывать, да, по своему маршруту, я мог и заодно вам и отвечать на вопросы. Было бы очень интересно, если бы вы оставляли свои вопросы в комментариях, вот, под, например, вот под этим видео, да, я буду каждый раз заглядывать, смотреть, какие комментарии, и если там имеются какие-то вопросы, то на эти вопросы я буду, естественно, отвечать. Вопросы, приветствую, абсолютно всякие, разножанровые и от наших азербайджанских соседей, пожалуйста, и на ваши вопросы отвечу, с одним лишь условием, чтобы они были корректные, лояльные, правильные, без всяких матов-перематов, без имдири и прочее, прочее. Если у вас будут вполне адекватные, нормальные вопросы, соответственно, и вполне адекватные, нормальные ответы с моей стороны, я, конечно же, тоже буду гарантировать. Это касается и армян тоже, которые захотят мне задать вопросы на любые темы, абсолютно, может быть, я знаю, что есть такие, конечно, которые не согласны с каким-то моим мнением. Ну, политика это вообще такое дело, не всегда можно быть согласным человеком, потому что, ну, нет таких, скажем, тем, где были бы все согласны. Но если соглашается большинство, согласитесь, это уже хорошо, во всяком случае. Да, и есть у нас еще русская аудитория. Я хочу сказать такую вещь. Сейчас очень много пропаганды в России, к сожалению. Я не говорю, что только в России. Пропаганда, она работает везде. И в Украине тоже эта пропаганда есть. Другое дело, что нужно шлифовать, нужно отделять зерна от плевел, да, есть такая библейская притча. Нужно смотреть, что есть правда, а что неправда. Вот буквально позавчера я был в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич. Вы знаете, я никакой русофобии там не увидел, абсолютно. Как раньше говорили, ходили по-русски, там так и разговаривают по-русски. Кстати говоря, и украинская община, также по-русски говорит, там же живет на Брайтон-Бич. Также и русские закупаются в русских магазинах. Там есть большой русский магазин, да их несколько. Но я был, по-моему, в самом большом русском магазине, где все товары практически из России. Ну, где-то что-то здесь, конечно, в Соединенных Штатах производится под русским брендом. Что-то привозят, продают. То есть, ну, буквально все есть. Я не знаю, от водички Нарзан до, там, пельменей и прочего, и прочего. Даже мороженое. Русский стандарт, там, разное всякое. Так что, не верьте вот всей этой пропаганды, пропаганде, ребят. Ну, я считаю, что вообще проблема, общая проблема и у армян, и у азербайджанцев, и у русских с украинцами. Да и вообще между народами. Проблема в том, что мы плохо знаем друг друга, мы не ездим друг к другу. Ну, если еще американец может себе позволить приехать в Россию, да, чтобы убедиться, что там нет никаких гуляющих медведей с балалайкой и прочее, да, то не каждый россиянин, конечно же, может это сделать, приехать в Соединенные Штаты. Ну, что уж говорить. Ну, может быть, только, сколько там, четверть населения России имеет вообще загранпаспорта, а не то, что выезжать в какое-то дальнее зарубежье. Поэтому, конечно же, ими легче управлять, чем американцами. Да, американцами-то особо и управлять-то не нужно, они аполитичные ребята. То же самое вот с Азербайджаном. Вот их проблема в том, что они не бывали в Армении, они не... Вот то, что им втюхивали, вот втюхивают все эти 30 лет, они же в это верят и думают, что действительно армяне людоеды, что все так плохо. Я знаю, я более чем уверен, что каждый среднестатистический азербайджанец просто удивится, если побывает в Армении и увидит многое из того, что им рассказывают, окажется не так. Ну, потому что они боятся ездить не потому, что их армяне там тронул. Они боятся ездить потому, что боятся прежде всего своих КГБ или кто у них там. Это прежде всего, почему они боятся. И армян к себе не пускают. А вот армяне, пожалуйста, пускают, но приезжайте с добром, а не как вот эти вот ублюдки, вот недавно я видел, турок один, да, приехал в Армению и на фоне Цицернака Берда показывает свой вот этот вот боскурский жест. Нужно быть человеком прежде всего. Когда ты человек, тебе всегда везде рады. Мне вот недавно один мой приятель из России сказал, вот ты ездишь, к русским плохо относятся, ну, считают меня русским, ну, понятное дело, да, я россиянин, к русским плохо относятся. Я говорю, ну, с чего ты взял, что плохо относятся? Ведь ты же никуда не... Когда ты последний раз выезжал вообще за пределы России, да? Да, может быть, и никогда или 10 лет назад. Относится всегда так, как вы относитесь к другим. Вот иногда я включаю, скажем, YouTube посмотреть, какие-то блогеры идут. Я там-то отношение к русским. Ну, слушай, и это смотрят, и там много достаточно просмотров таких. Всем интересно узнать, как к русским относятся. Просто русофобия сейчас это такая тема заезженная. Ее нет, но в то же время ее искусственно создают. Зачем? Я не знаю. Вот армяне знают, что такое армянофобия. И армяне были бы рады искоренить эту армянофобию. Евреи знают, что такое антисемитизм. И евреи были бы рады искоренить антисемитизм. А русские, наверное, не знают, что такое русофобия. И с помощью там каких-то, я не знаю, политиков, аналитиков искусственно создавать вот эти русофобские настроения где-то там, я считаю, что это обречено на провал. И, наверное, это делается для того, чтобы просто столкнуть лбами народы. Это плохо. Народы нынче дружат, границы открываются, люди ездят друг к другу. И ничего хорошего, ни к чему хорошему это не приведет. Так что вот я обращаюсь ко всем здравомыслящим людям. Думайте прежде всего своей головой. Пропаганда ничему хорошему не приводила. Никогда. Нигде. История человечества об этом не раз говорила и показывала и оставила нам в летописях немало таких страниц, по которым мы можем судить и сказать о том, что человеческий мозг куда важнее. Человеческая голова на то она и дана, чтобы думать, мыслить собственными средствами, собственными органами, скажем так, нежели теми органами, отдыхлевшими, которые навязывают нам нечто такое плохое, нечто негативное. Причем я всегда удивляюсь, это делают те, у которых немало денег, у которых у самих недвижимость за рубежом, у которых свои счета. Да, это делают они, дабы, наверное, показать себя большим патриотом. Но если покопаться в их семьях, практически у каждого второго где-то за рубежом имеется недвижимость, счета на родственников записаны и так далее, и так далее. Вон здесь гуляла в Нью-Йорке недавно депутат Государственной Думы, фигуристка, как ее там, Роднина. Она гуляла же, ничего, что она здесь делает-то в Америке, если все так плохо, она такая патриотка, что ж она тогда здесь делает-то? Вот вопрос, да? Да и не только она, многие, не только она. Просто что показухой заниматься, конечно, каждый может. А вот реально что-то такое сотворить, это уже здесь нужно приложить в какое-то усилие. Не все так просто. Так что еще раз хочу напомнить, если у вас будут вопросы, они у вас, естественно, есть, по любым темам. Тем более, что позади 9 лет антитопора. Впереди у меня полтора месяца отпуска. И помимо того, как я уже говорил, где я буду, о чем я вам буду показывать и рассказывать, помимо этого я вам буду отвечать на вопросы, которые вы оставите в комментариях под этим самым выпуском. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживает и поддерживал все это время. Кто-то словом добрым, кто-то финансами, я имею в виду донаты, кто-то просто какими-то напутствиями. Очень приятно все это получать. Да, еще я хочу вам сообщить, что буквально уже в будущем году, в 23-м году, выйдет первый том моей книги «Записки странствующего армянина». Героями будут даже некоторые из вас, моих зрителей, героями этой книги. Кто-то попадет в эту книгу обязательно, потому что за все эти годы я столькими уже встречался людьми из разных стран, самой России тоже, и все это, конечно, будет описано в этой книге. Я просто хочу в честь десятилетия антитопора издать первый том моей этой книги. Это будет первые 40 стран туда войдут. Это будет приключенческое, научно-популярное издание. И там будет описана не только история становления армянских общин в этих странах мира, о которых я пишу, но и мои приключения в этих странах, о состоянии общины в данный момент, как они выживают, как они вообще живут, все мои встречи, все мои удачные и неудачные какие-то такие вещи, в путешествии все бывает, уверяю вас. То, что не попадает в эфир, об этом я тоже расскажу, а в эфир, поверьте мне, много чего не попадает, практически 60%, потому что не все можно подавать. Так что книга будет достаточно интересная, я так считаю. Но это впереди, это будет в 2023 году. А пока, как я вас спросил, следите за моими эфирами, буду постараться выходить так же раз в неделю, а может быть и чаще, опять же, в зависимости от того, где я нахожусь, потому что в некоторых местах может не быть интернета. Ну и оставляйте свои вопросы смело. Я буду на них отвечать, как только буду в эфире. Спасибо вам за внимание. Увидимся. До скорого. Ваш Вадим Арутюнов.